Сом не любит яркого солнечного света и старается светлое время суток переждать, забравшись куда-нибудь под корягу или в камыши. В привлекательном месте на дневку могут забиться несколько однокалиберных сомов, и чем меньше их размер, тем больше количество хвостов может находиться в стае. И хотя сом считается донной рыбой, это вовсе не означает, что все свое время он проводит лежа на дне. Сом находит себе укрытие в самых неожиданных местах. Копна роголесника, повисшая на коряге, вполне пригодна для временного обитания. Затопленные коряги, лежащие у самого берега, создают идеальные условия пребывания сома на дневке. Чем больше размер затопленного бревна, тем крупнее сом может найти пристанище в его тени. Крупные сомы забираются глубоко в крону утонувшего дерева и стоят там совсем неподвижно, надежно скрываясь от солнечного света. Здесь они пережидают светлое время суток, чтобы ночью выйти на охоту. Достигнув большой массы тела, сом, в силу своей неповоротливости, практически перестает гоняться за шустрой рыбешкой. Он атакует жертву из укрытия. Сомы выбирают укрытие таким образом, чтобы из них можно было наблюдать за происходящим вокруг и, в случае необходимости, быстро выбраться наружу. Молодые сомы менее терпеливы. Они могут атаковать жертву из засады, не дожидаясь наступления темного времени суток. Основу кормовой базы сомов составляют молоть рыб и мелкие рыбешки, не обладающие достаточной расторопностью. Сом весом до 10 кг активно преследует и атакует даже стаи платвы, подлещика и другой белой рыбы. Некоторые мелкие сомята, не выдержав дневного поста, выходят на поиск пропитания прямо в полдень, в яркий солнечный день. Вероятно, голод и растущий организм маленьких сомиков провоцируют их на такое безрассудное поведение. Ведь днем охота в догонку требует хорошего зрения, а маленькие сомовьи глазки дают размазанную картинку их обладателю. Потенциальная жертва, которая ночью неподвижна, днем проворнее и шустрее охотника. Вот и приходится под слеповатому соменку, выставив вперед усы, бороздить речные просторы в надежде наткнуться на какую-нибудь рыбку, утратившую бдительность.